МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ошибочки Керима и Шокюрова мы уже рассматривали. Однако, видимо, этот человек чем-то заслужил, что в книге «Карабах. История в контексте конфликта» каждый из азероученых писали по разу, а Керимову верили написание аж двух глав. Поэтому сегодня мы снова возвращаемся к нему, тому же академику, тоже закончившему 10 классов и даже по культе, иначе и не скажешь. Ему бы не в историке, а в повары лапшу варить, а Мамедовой развешивать эту самую сваренную лапшу. А главу свою очередную Керим Шокюров назвал к вопросу об автономизации Нагорного Карабаха. И чтобы не откладывать в долгий ящик столь ценное творение Шокюрова, пожалуй, стоит начать. Карабах, в том числе его Нагорная часть, всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, и во все периоды исторического развития находился в его составе. При этом армяне в Азербайджане и, естественно, в Нагорном Карабахе не являлись автохтонным населением. Ничего нового автор не сообщил. Мы уже почти 120-й раз встречаемся с вами, и не было ни одной темы, почти, где бы не сопровождались нейтральные к армяно-азербайджанской тематики исторические карты. Поэтому этот очередной бред украшать снова картами, чтобы показать, что армянское население автохтонно в Карабахе, Арцахе, а Азербайджан следовало бы искать к югу от Аракса, думаю, смысла уже нет. К тому же, вам самим легко это сделать. Не нужно копаться по просторам интернета и в поисках карт. Вам стоит всего лишь войти на сайт geochrome.com, разработанный британцами, вот он перед вами, в правом окошке набрать дату, например, 2015, обновить двойными стрелочками рядом, и карта показывает вам сегодняшний мир, геополитическое положение стран на 2015 год. Или, например, в объем 1880 год, и перед нами предстают страны того периода. Или, к примеру, годы крещения Руси, 988 год, и геополитическое положение того периода также перед вами. Или вовсе возьмем первый век, 70-й год, и снова страны этого периода. Все очень просто. По этой карте можно проследить, кто вперед жил на этих землях, куда исчезали народы, затем снова появлялись, кто приходил им на смену, завоевывал когда, и так далее, как говорится. Все очень просто. Поэтому цитату Шукюрова о том, что Карабах всегда был Азербайджаном, и армяне в нем не автохтонное население, лишены здравого смысла. Как и сам диплом Шукюрова. Цитируем следующее. Суть политики России состояла в том, что она хотела создать для себя этноконфессиональную и военно-стратегическую опору в лице армян. Политику Петра I в дальнейшем продолжила Екатерина II. Эту роль армяне-переселенцы полностью выполнили во время завоевательных войн России на Кавказе. Самое любопытное то, что любители рассматривать армян под покровительством России делают это, ссылаясь на некие территории, куда были переселены армяне. Армяне были репатриированы на свои исконные земли. Что касается покровительства, то если поставить на одну чашу весов армян, а на другую чашу азербайджанцев, то благие дела вроде как перевесят даже чаши азербайджанцев. Россия передала почему-то не армянам, а азербайджанцам на Хичеване, Карабах. Именно Россия из тюркских племен Закавказья Терекеменов, Падаров, Шахсевренов, Карапапахов и прочих соткала единый народ закавказских татар. А позже снабдила их этнонимом азербайджанцы, чтобы они впредь не называли себя мусульманами, религиозным этнонимом. Именно Россия снабдила новый народ уже в 20 веке историческим прошлым, пособирав понемногу из культур соседних государств. Именно Россия назвала персидского поэта Низаами азербайджанским поэтом. В конце концов, именно Россия выбрала национального героя для нового народа Бабека, который тоже есть никто иной, как иранский национальный герой. Вдруг в советские времена, вдруг вставший азербайджанским героем. Для чего Россия это делала? Все просто. Нужно было снабдить новоиспеченные народы прошлым. Если у литовцев, армян, грузин, молдаван, украинцев было хоть какое-то прошлое и вообще прошлое, то ряда новосозданных народов нужно было создавать, чтобы выровнять в правах с другими народами СССР. Так что, если кто-то и получил от России благо, то это азербайджанцы. В конце концов, и современная республика Азербайджан, территория севернее Аракса, та самая территория, которую Россия прочертила для нового азербайджанского народа. Это прочерченная территория и является нынче азербайджанской республикой. Единственное, в чем должна быть обида на русский народ у азербайджанцев, так это то, что во время войны в Карабахе русская армия во главе с Шамановым, Полиничко, Карловым, Кравцовым, Немыткиным, Половинко, Серегиным и другими так и не смогли отстоять Карабах. Но, опять же, Россия все компенсировала. Буквально все компенсировала, и именно Россия поставляет в Азербайджан самую свою передовую военную технику. Так что не стоит обижаться на русских. Нужно их холить и лелеять, ибо, как сказал Тарас Бульба, «Я тебя породил, я тебя и убью». Так что властям Баку шутки с Москвой плохи. Москва породила, Москва, глядишь, многоточие. Что касается армян, которые выполнили якобы долг перед Россией и ввели завоевательные войны на Кавказе, то уж, простите, азербайджанцев не пригласили воевать. Видимо, была какая-то причина, потому что... Ну, армяне лучше воюют, что ж тут сделать. Вот как-то так. Далее по тексту. Во время образования в Баку большевистско-дашнакской власти апогеем деятельности, который стал осуществленный здесь в марте 1918 года акт геноцида азербайджанцев со стороны армян. По-моему, с термином «геноцид» все шутить не стоит. Если верить азербайджанской истории, то это самый геноцидальный народ. Аж целых три геноцида насчитали. И все геноциды устроили армяне. Первый геноцид, по словам азербайджанских историков, армяне произвели в 1905-1906 годах. Это в азербайджанской интерпретации. Зато независимые интерпретации очевидцев говорят обратное. О резне армян в Баку. Как, например, в работе экс-губернатора Баку Александра Новикова, оставившего бесценное документальное свидетельство. И, как мы уже раньше говорили в прошлых наших встречах, «Антитопор» переиздал этот труд Новикова. И вы можете заказать его, оставив заявку в Facebook «Антитопор» под этим выпуском. Или зайдя в группу ВКонтакте. Второй геноцид, в кавычках, армяне якобы устроили в 1918 году. Хотя есть свидетельства независимых известных людей, Осипа Мандельштама, например, который оставил литературный след о том, с какими зверствами ему пришлось столкнуться со стороны татар в отношении армян. Об этом он написал как в своих сочинениях, так и отобразил в стихотворении фаэтонщик. Ну, о ходжалы в 90-х годах мы уже говорили, и даже целый выпуск был сделан. Так вот, термином «геноцид» бросаться не стоит. Ибо, а, сам термин зародился после 15-го и 18-го года, б, термин «геноцид» был введен польским юристом Рафаэлем Лемкиным в 1943 году. Так он обозначил массовые убийства армян в Османской империи. И об этом написано в книге Вильяма Шаббаса «Genocide in International Law». Впрочем, чего мы гадаем? Книжки рассматриваем, тем более они сейчас не модны. Давайте перенесемся на полвека назад и узнаем правду от самого Лемкина. «Геносид» — это новая слово, комбинирует генос, генос, meaning «рace» или «group», с ротом «сидер», meaning «то убить». Др. Рафаэлем Лемкин, который был профессор в логе в Yale University и специализирует в учебных делах о том, что у нас есть. Др. Лемкин, который создал геносид. Др. Лемкин, дай мне немного подробно, как вы пришли к этому геносиду? Так что со словами не стоит шалить, тем более серьезными словами. И в заключении меня не мог улыбнуть факт, как Керим Шутюров ловко исправляет цитату министра народного просвещения Российской империи Герасима Эзова. Вот скажите, кому-нибудь приходило в голову исправлять японцев на армян или французов на грузин? А Шутюрову пришло такое в голову. В цитате Эзова говорится «Нашу императорскую протекцию приняли и для жилища, и свободного вашего впредь пребывания в новополученных наших персидских провинциях по Каспийскому морю». Обратите внимание, что в скобочках исправлено персидских на азербайджанских и инициалы рядом исправленца Керим Шутюров. Ах, как не стыдно! А еще профессор! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok